Беларусь 4 Как выяснилось, в брошенных вещах не было ничего опасного. Рюкзак принадлежал семье из Добружского района, которая утром вернулась из путешествия и забыла его на вокзальной платформе. В ходе осмотра автовокзала была найдена еще одна бесхозная вещь – это женская сумочка. Рядом с платформой находился автобус с сообщением Гомеля-Рудня-Спойницкая. Правоохранитель зашел в салон автобуса, обратился к гражданам, чья сумка. Однако в ответ никто не ответил, что это чья-то сумка, кто-то ее забыл. Затем уже появилась владелица женской сумки, пенсионерка-дачница из Гомеля, которая также при посадке в автобус забыла про то, что у нее есть очень важная вещь – это сумка, в которой находились ценные вещи. Гомельский городской отдел следственного комитета проводит проверку по факту травмирования рабочего завода литья и нормалей. В ЧП на производстве пострадал мужчина 1961 года рождения. Он получил серьезную травму руки и был госпитализирован. Сейчас ему оказывается необходима медицинская помощь, а следствием выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначен комплекс необходимых экспертиз, изучается изъятая производственная и другая документация. 120 часов общественных работ. Суд советского района Гомеля вынес приговор 17-летнему гомельчанину, который в феврале этого года ограбил пенсионерку. Инцидент произошел 25 февраля. Женщина возвращалась домой с церковной службы. В подъезде дома по улице Быховской молодой парень вырвал из ее рук сумочку и скрылся. Особых примет преступника пенсионерка не запомнила. Помог в расследовании свидетель, который видел грабителя в компании друзей. Молодые люди бежали в сторону близлежащего магазина, по камерам видеонаблюдения которого оперативники и вычислили подозреваемого. Состоялось рассмотрение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, которого обвиняли в открытом похищении имущества и грабеже. По приговору его признали виновным по данной статье и, соответственно, назначили наказание в виде общественных работ сроком на 120 часов. Приговор пока не вступил в законную силу, но подлежит апелляционному обжалованию и протестованию. А в Мозыре за недостачу в 4000 рублей показательно судили бывшего продавца магазина. Девушка работала продавцом с функцией заведующего в сети Мозырского торгового предприятия. Факты хищения вскрылись после инвентаризации. Судебный процесс проходил на базе магазина на глазах у бывших коллег. Суд Мозырского района приговорил девушку к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и лишению права занимать материально ответственные должности сроком на пять лет. К слову, с начала этого года Мозырским отделом Следственного комитета возбуждено три уголовных дела в отношении продавцов того же торгового предприятия. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.